Неотъемлемой частью форума является наша бизнес-сессия. И рядом со мной Николай Попович, который был на бизнес-сессии буквально несколько минут назад и тут же пришел к нам в кадр. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте, наверное, немножко пообщаемся о теме вашего выступления. Да, мне кажется, нужно еще представиться. Меня зовут Попович Николай, я управляющий по изменениям компании Вкусвилл и отвечаю за систему менеджмента во Вкусвилле, которая называется Beentailor. На сессии мы говорили про клиентоцентричность и у меня было там три блока главных, но основное то, что хотел сказать, что клиентоцентричность, она есть внутри и снаружи. Снаружи это то, как мы улыбаемся клиенту, то есть как мы ему продаем в магазине что-то, как мы общаемся с ним, но гораздо более важная составляющая это внутренняя клиентоцентричность. Это когда вся компания, все процессы в компании настроены на то, чтобы удовлетворить потребности клиента. Это гораздо больше влияет на то, насколько клиент нам доверяет, насколько он будет к нам приходить еще раз. Во многих компаниях мы видим обратную ситуацию, когда установлены какие-то KPI и системы мотивации, которые противоречат удовлетворенности клиенту. Во Вкусвилле мы же наоборот реализуем такие системы, которые позволяют всегда во главу угла ставить клиента. У нас есть несколько механик, которые позволяют так делать и которые мы советуем, конечно, всем компаниям их употреблять, но там это и эволюционная цель, это про то, ради чего компания существует. Она же странно, да? Компании не существует же ради денег. Скорее... Абсолютно нет. Вот. А вот теперь, кстати, ответьте на вопрос мне. Живете ли вы ради того, чтобы дышать? Ну, я не знаю, людей реально, которые живут ради того, чтобы дышать, но скорее наоборот у человека он дышит, чтобы жить. То же самое и с компаниями. Нужно понимать, что деньги это показатель того, как ты движешься к эволюционной цели, насколько ты можешь давать ценность клиенту. И ни в коем случае нельзя ставить это как самоцелью, и тем более принимать решения, исходя из этой парадигмы, что самое главное это деньги. И наша система еще о чем говорит, что и система менеджмента должна быть построена точно так же. У нас в совете управляющих только те люди, которые дали напрямую обещание клиенту. То есть это те, кто пообещали сервис, те, кто пообещали качество. Но у нас нет в совете управляющих, нет ни службы безопасности, нет директора по безопасности, нет директора по IT. У нас нет юридического департамента и там директора по юридическим вопросам в совете управляющих. Вот так мы и формируем нашу систему управления. И, конечно, всегда все интересовались, по крайней мере, на сессии по поводу, как мы переживаем кризис, какие мы делаем изменения в компании, чтобы как-то пережить кризис, чтобы как-то мобилизовать свои действия. И в этом плане у нас есть интересная практика. Мы впервые в своей истории мы открыли все финансовые данные своим сотрудникам. То есть каждую неделю мы сотрудникам теперь присылаем финансовые данные, показываем, насколько компания хорошо отработала, мы понимаем, что нам нужно накопить определенную сумму денег для того, чтобы пережить лето. И теперь все сотрудники знают об этом, они корректируют свои действия. Мы сказали, что их мотивация точно так же напрямую зависит от того, насколько компания хорошо отработала, и они видят, как их действие каждую неделю влияет на результат. Вот такие вот инструменты, которые везде принимаются, внутри компании, они позволяют сплотиться вокруг общей единой цели и сплотиться вокруг покупателя. Помогает ли сплотиться вот эта история, когда все сотрудники абсолютно видят, как их действия влияют, влияет ли положительно на работу, или ребята просто смотрят это как какое-то интересное кино, к которому не имеет никакого отношения? Скорее, они понимают, что от их действий, насколько компания будет успешна, он понимает, насколько и лично он сможет свою жизнь улучшить. И мы там собрали все подразделения, собрали лидеров этих подразделений и сказали, смотри, ты отвечаешь за вот эту строчку из финансовых показателей, ты отвечаешь за эту строчку, ты на нее влияешь напрямую. Еще мы влияем вот таким способом, таким способом. И то есть дали все инструменты, чтобы они понимали, как их действия отражаются. И каждую неделю, соответственно, сообщаем, вот мы сделали это действие, оно повлияло вот так. Ну вот стараемся, конечно, чтобы это не было просто киношкой интересной и наблюдением, как выживет компания или нет. Конечно, выживет, но все-таки стараемся, чтобы все внесли свой вклад. Здорово. Ну мне как простому покупателю приятно слышать, что компания вкусвил делает так, чтобы во главу угла ставили мои интересы, а тем самым повышая лояльность всех покупателей к вам. Да, стараемся. Спасибо большое и удачи на нашем форуме. Спасибо.